Большой футбол пришел в наш город в прошлую субботу. 16 апреля, 15.00. Новый главный тренер ФК Экибастуц Куаныш Распекович Утиулов выставил следующий старт. Рустам Айдаргалиев в воротах, защита, Аслан Суеменов, Азад Шумкенов, Айдин Бралин, Мурат Хандин Ноллин, Хавбеки, Багдад Туразалиев, Акмаляй Менов, Иркин Мурзабаев, Сама Жерембетов, дуэт форвардов, Виталий Головешкин и Рустам Куанышев. Забегая вперед отмечу, что по ходу игры нашими наставниками были проведены целых 4 рокировки игроков. В прошлом году мы возмущались за силию у нас павлодарских футбольных старичков. На этот раз областной центр помог нам молодыми, перспективными ребятами из дублирующего состава Иртыша. На массированные атаки хозяев козлы-ординцы отвечали редкими, но довольно опасными ударами. В данном случае выстрел Харабека. В минуте на 10-й подключившийся в атаку наш правый бэк Аслан Сулейменов пробил не совсем точно. Это наш коренной парень, еще в прошлом сезоне капитанил в Байтереке. А на 19-й минуте родной шахтер пришел в экстаз. Удивительный по красоте и исполнению удар выполнил наш капитан Айдин Бралин. Итак, счет голам на родном стадионе открыт. Кстати, в стартовой игре в Шемкенте первый гол сезона 2016 забил шемкентскому крану Азаматов Бакиров. У него травма. Вскоре второй гол от Головешкина, но судья не засчитал. Уже на 38-й минуте Куаныш Утиулов меняет Зейнольнина на Бауржану Амарова, тяготеющего к игре в атаке. Вскоре блеснул своей высокой техникой, мастеровитый иногда в обводке Иркен Мурзабаев, но не хватило хорошей акцентированной концовки. На 11-й минуте второго уже тайма появился повод схватиться за голову нашему новичку Головешкину, хорошему форварду, но в этот день инертному, не использовавшему стопроцентную возможность после передачи напарника по атаке Куанышева. И решил тогда наставнику Теулов выпустить вместо Головешкина другого нападающего, Ярослава Саденко. Этой рокировкой наставник-новичок попал в самый центр мишени. Уже на пятой минуте своего пребывания на поле Саденко удвоил результат. Он вообще смотрелся здорово, этот высоченный Джокер Саденко, едва не оформивший дубль. Он возил защитников Казаларды как хотел. Чуть не послушался мячик Ярика. При 2-0 у наших пошла игра под аплодисменты. Почему бы не выпустить молодых? Распекыч рокирует Орзалиева и Куанышева на совсем юных Нурбола Ануарбекова и Игоря Червова. Здорово. Жаль только, что не пришел по-настоящему в этот солнечный день на Шахтер массовый болельщик. У нас 6 очков из 6 возможных. Такое только у Кузылжара. Наши поздравления. И до встречи на Шахтере 2-го мая.